На вопрос, чей борщ, есть только один ответ – украинский. И на этом можно было бы поставить точку, если бы в России вдруг не начали периодически заявлять о борще как о блюде национальной русской кухни. Даже на официальном уровне борщ в России теперь считается русским. Об этом в 2019 году было сообщено в официальном твиттере российского правительства. Блогеры в России утверждают русскость борща. В меню ресторанов по всей РФ обязательно присутствует борщ с приставкой «русский». Даже ресторанный гид Мишлен ошибочно признал его блюдом русской кухни. Правда, они потом извинились. А между тем, в середине 19 века русские и слыхом не слыхивали ни о каком борще. В сатирическом романе «Пан Халявский» есть такой эпизод. Борщ с кормленой у птицы. Чудеснейший. Салом свиным заправленный и сметаною забеленный. Прелесть! Таких борщей я уже не нахожу нигде. Я, по счастью моему, был в Петербурге. Не из тщеславия хвалюсь этим, а к речи пришлось. Обедал у порядочных людей, если можно назвать петербургские обеды обедами. Это не обед, а просто так, ничто. Тьфу! Вообразите! Борщу не спрашивай, потому что никто и понятия не имеет, как составить его. Роман Григория Федоровича Квитки-Основьяненко «Пан Халявский» был издан в 1840 году. В те годы в российском кулинарном обиходе борщ полностью отсутствовал. Никто и понятия не имел, как его варить. По незнанию, некоторые обеспеченные россияне считали его аналогом крестьянским щам, пищи простолюдинов. Хотя это сравнение совершенно некорректно. Щи варили бесхитростно, в основном из дикоросов, всяческой лебеды, осота, снытика, злобородника и прочих сорняков, часто без мяса. Классический же борщ, сытный, ароматный, густой и невероятно вкусный, готовят особым образом на мясном бульоне из корнеплодов и овощей, добавляя зелень, сало, чеснок и сметану. Борщ, этот настоящий подарок для души и тела, мог родиться только на благодатной украинской земле. Существует не менее 70 составленных и описанных рецептов борща. Самым сложным и дорогим считается борщ киевский. Бульон для него варят из телятины, баранины и свинины, а кроме обязательных ингредиентов добавляют квас. Судя по распространению, рецептов борща, то он как блюдо сформировался на территории современной Украины. И именно здесь, в Украине и далее в Польше, Литве и части Беларуси, мы видим борщ в перечне исторических блюд. В Московию, а позже Российскую империю, он был импортирован вместе с волнами культурной и вынужденной миграции, например, казачества, после разрушения Сечи. Однако нет свидетельств в тому, что борщ в те времена стал полноправной частью русской кухни. Его варили в основном в местах проживания украинцев на территории России. Любопытный факт. Считается, что Екатерина II была любительницей борща и имела для этого специального повара. Однако все было не совсем так. На самом деле, выражение «пригласить на чудесный борщ» вызывало у современников Екатерины II страх и трепет. Дело обстояло так. В конце царствования императрицы допросы особо опасных государственных преступников вел обыкновенно начальник тайной экспедиции, тайный советник и доверенное лицо Екатерины Степан Иванович Шишковский. Главным приемом его было приманивание жертвы на задушевный разговор, дружескую беседу дворянина с дворянином. Ну а когда собеседник оттаивал, расслаблялся, тут его и приглашали на чудесный борщ, то есть на допрос с пристрастием. Причем формы такого допроса были весьма изысканы. Так, к примеру, ручка кресла, в котором сидел гость, вдруг раздвигалась и смыкалась с другой стороны кресла. Человек уже не мог не высвободиться, не предотвратить тайной экзекуции. По знаку Шишковского люк с креслом опускался под пол, над полом оставалась лишь голова, а все остальное тело висело под полом, где кресла снимали и жертву нещадно секли. Причем исполнители не видели, кого именно они наказывают. Потом человек приводился в прежний порядок и с креслом поднимался из-под пола. Таковы вот были борщи в это странное время русской истории. Вот это вот были действительно настоящие русские борщи. Окончательно же в русскую кухню борщ был искусственно внедрен только лишь в советские времена. В попытке посадить народы СССР за один большой стол Сталин дал задание наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну создать национальную советскую кухню, которая пришлась бы по нраву более ста национальностям Советского Союза. Вдохновленный образом плавильного котла всех культур и идеей создания пищевой промышленности, Микоян отправился в США, где пристрастился к гамбургерам, хот-догам и мороженому. Вернувшись на родину, нарком запустил фабричное производство мороженого, ввел моду на быстрые и сытные блюда, например, котлеты. В 1939 году он опубликовал пропагандистскую книгу о вкусной и здоровой пище, которая стала самой популярной кулинарной книгой Советского Союза. Молодожены часто получали ее в подарок. Кстати, если хотите полистать первое издание книги о вкусной и здоровой пище, ищите ее на нашем патреоне. Микояну нужно было создать общую культурную идентичность народов СССР. Интересно читать, как он выбирал блюда из каждой национальной кухни, будь то Украина или Грузия, а затем обезличивал их национальную принадлежность, частично изменяя рецепт, ведь множество ингредиентов были не везде доступны в СССР. В кулинарной книге все эти блюда стали частью советской культуры и, следовательно, русскими, ведь эта культура была доминирующей в Советском Союзе. Впрочем, что именно говорит советская кулинарная Библия о борще. Издание 1952 года. Раздел шестой супы начинается с шести различных рецептов щей, после чего появляется три борща. Собственно, борщ, затем летний борщ из кабачков, сельдерея и свеклы и, наконец, украинский борщ. Это выглядит так, как если бы американскую кулинарную книгу напечатали с несколькими рецептами тако, последний из которых назывался бы мексиканский тако. Так или иначе, россияне теперь гордятся украинским борщом, совершенно серьезно называя его своим национальным блюдом. Странно, что сегодня они забыли о своем исконно-посконном русском блюде щах. Наверное, борщ все-таки более вдохновляющая еда. Россия постоянно крадет абсолютно все, до чего может дотянуться. И они считают это нормальным и безобидным. Ну и что, это же всего лишь борщ, ну а дальше, это же всего лишь Крым, это же всего лишь Донбасс и так далее и тому подобное. А все начинается с малого. Присвоение себе символа украинской кухни укладывается в общую историческую тенденцию политики Москвы по экспансии русского мира в Украину. Русские привыкли обесценивать национальные культуры соседних народов, воруя у других то, что русским никогда не принадлежало, чтобы со временем выдавать украденное за свое собственное. Особенно это касается славян. Знаменитая фраза Карла Чапека как раз об этом. Русские все вокруг себя называют славянским, чтобы потом все славянское назвать русским. Но как бы русские не старались, Борщ, Крым, Луганск и Донецк всегда будут только украинскими. Точно так же, как и Русь, только киевской. Украденное никогда не становится собственностью вора, и изменить это ничто не в силах, даже временная оккупация. Данное видео было бы неполным, если бы мы специально для вас, друзья, не показали пошаговый рецепт приготовления классического борща. Список продуктов вы можете увидеть на экране. Несмотря на обилие вариантов блюда, в его приготовлении есть базовая основа, отталкиваясь от которой можно позволить себе кулинарные эксперименты. Итак, приготовление борща выглядит следующим образом. Первонаперво нужно сварить мясной бульон. В него добавляем соль и душистый перец. Свеклу, помытую и очищенную, шинкуем на крупной терке. Перекладываем на разогретую сковороду. Добавляем уксус и сахар. Томатную пасту разбавляем бульоном и добавляем свекле. Все вместе тушим на сковороде на растительном масле до полуготовности. Морковь трем на крупной терке. Лук режем кубиками. Затем пассеруем вместе на разогретом подсолнечном масле. Чистим и режем кубиками картофель. Кладем его в кипящий бульон. Шинкуем капусту и отправляем ее в кастрюлю. Через 15 минут добавляем тушеную свеклу, пассерованные овощи и лавровый лист. Готовим пикантную заправку. Сало с чесноком и зеленью петрушки. Заправляем борщ и доводим до кипения. Борщ готов. Выключаем и даем настояться под крышкой в течение 15-20 минут. Перед подачей на стол каждую порцию борща посыпаем мелко нарезанной зеленью и добавляем сметану. Запах свежесваренного борща не сравнить ни с чем, а его богатый вкус не заменит ни одно блюдо мира. По крайней мере, мамин борщ точно стоит на вершине кулинарного олимпа. И, конечно же, борщ – это целая культура застолья и общения, семейных обедов и дружеских посиделок. Борщ создает неповторимую атмосферу домашнего уюта и тепла, особенно если дополнить его правильными ингредиентами. Но это только по желанию. Смачного, друзья! Борщ – с Украина. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также варите борщ и поддерживайте автора на Patreon, где вы сможете смотреть видео до официальных премьер, а также иметь доступ к дополнительным материалам. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok